Лицензия на перевозку пассажиров у вас есть? В данный момент я вас... Прямо сейчас в руках нет. Прямо сейчас нет? Я все документы подал. Прямо сейчас могу ездить забрать. Прямо сейчас. Вы сейчас уже никуда не поедете, так как вы осуществляете перевозку без лицензии? Опознавательный знак такси у вас на вашей машине установлен. Вы обязаны иметь лицензию. Водитель, пройдемте для составления административного протокола. Покупателей возле торгового гипермаркета даже в будний день немало. Еще больше желающих на этом бы заработать. Площадка у гипермаркета – это одно из самых популярных мест сбора бомбил города. Ловить за руку приехали 4 февраля к одному из таких мест сотрудники Щелковского ГИБДД. Мы реагируем на жалобы граждан. Естественно, что как только мы уедем здесь, все это возобновится. Но я считаю, что мы чем чаще будем здесь появляться, тем это будет работой эффективной. Водитель, который законно имеет право перевозить пассажиров, обязан иметь специализированный фонарь легкового такси, цифрографическую схему на машине, регистрационные документы, документ, подтверждающий индивидуальное предпринимательство, диагностическую карту с подтверждением осмотра не реже, чем раз в полгода, разрешение на перевозку пассажиров и путевой лист с отметками медицинского работника и механика для выезда на линию. Согласно законодательству, коммерческая перевозка людей без лицензии должна караться штрафом в размере 5000 рублей. Такое же наказание ждет автомобилиста и за незаконную установку на крыше машины фонаря, символикой такси. Чтобы не подвергать себя большой опасности, надо знать, лицензирован таксист или нет. За полчаса мы с вами, как видите, выявили одного таксиста, у которого отсутствовало разрешение на перевозку. Остальные оказались легальными, так как сразу, естественно, сработала система оповещения между такси. Кто был нелегал, тот убежал. Такие рейды будут продолжены. Ну а жителям также стоит быть более внимательными к тому, какой автомобиль доставят их домой. Ведь от этого зависит в первую очередь их же безопасность. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».